Здравствуйте, мои юные телезрители! Сегодня мы поговорим с вами о христианском отношении к богатству. Однажды к Господу нашему Иисусу Христу подошел богатый юноша и поинтересовался, учитель, что мне нужно делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную и попасть в Царство Небесное? Господь ему отвечает, нужно исполнять заповеди, которые были даны израильскому народу. Но юноша говорит, я и так все это соблюдаю, я исполняю все заповеди, весь тот закон, который дан нам. Но что же мне нужно сделать еще больше, сверх меры, для того, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь, который видит тайны, сердец каждого человека, и зная о том, что этот человек богат, и что он не может расстаться со своим богатством, он говорит, тогда ты должен раздать все свое имение, которое у тебя есть, и следовать за мною. И смятение появляется в сердце этого богатого юноши. И в Священном Писании мы с вами читаем, что он отошел опечаленным. Почему же? И Господь отвечает на этот вопрос. Он говорит, что гораздо удобнее верблюду, большому, огромному животному, пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому человеку войти в Царство Небесное. Но разве богатство является препятствием для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Нет, ни в коем случае. Ведь богатство, наше материальное благосостояние, оно не приближает к Богу и не отдаляет от Него. Самое главное – это наше отношение к тому, что мы имеем. Послушайте притчу, которую рассказал Господь наш Иисус Христос своим ученикам, апостолам. Она называется «Притчей о безумном богаче». Один человек, который занимался земледелием, увидел, что однажды у него уродился богатый урожай зерна. И он, зная о том, что его житницы старые и не смогут вместить того количества зерна, которое уродилось, говорит, я сломаю эти житницы и построю новые. Именно так этот богач и поступил. Он сломал старые житницы, построил новые и загрузил туда весь урожай зерна. И, обращаясь ко своей душе, говорит, душа, теперь у тебя есть все. Ты можешь есть, пить, веселиться и наслаждаться вот этим богатством. Он думал, что он будет жить много-много лет. И что вот это богатство, которое вдруг ни с того, ни с сего у него появилось, прибавит лет его жизни. Но ангел Господень, который был ночью во сне, ему послан, сказал, «Безумец, ведь этой же ночью ты умрешь, и кому ты оставишь все свое достояние?» И действительно, он в эту ночь умер. И разве вот это богатство, которое было у него, оно принесло ему пользу? Совершенно никакой. Но виноват ли этот человек в том, что уродился такой богатый урожай? Совершенно нет, ведь Господь посылает нам дождь в необходимое время, лучи солнца для того, чтобы они грели и питали землю, и для того, чтобы уродился урожай. Но есть вопрос в том, что этот человек, мы его называем безумным богачом, он совершенно неправильно распределил то достояние, которое ему досталось от Господа. Ведь вокруг есть нищие, вокруг есть люди, которые нуждаются в нашей помощи. И вполне вероятно, что рядом с ним жили люди бедные, которые радовались бы тому, если бы он часть своего достояния, этого зерна, просто отдал бы им безвозмездно. Ведь этого зерна ему хватило бы на многие годы, но он поступил совершенно по-другому, и мы называем его безумцем. Если богатый человек не помогает нуждающимся, а все свое достояние употребляет лишь только для своей пользы, то после того, как он покинет этот бренный мир, эту временную жизнь, после смерти его ожидает незавидная участь. И об этом говорит Господь наш в Евангелии. Он рассказывает своим ученикам притчу о богаче и Лазаре, о том, как стоял очень богатый, торжественный дом, в котором жил богач, который устраивал пиры каждый день, он одевался в самые дорогие и богатые одежды, в его доме всегда было веселье, всегда было довольствие, радость, и он веселился вместе со своими друзьями, и доходило даже до того, что слуги огромное количество еды отдавали собакам, но рядом с ним, здесь же, у его ворот, находился бедный человек по имени Лазарь. Но Лазарь был не только бедным, он еще был и очень больным человеком, он не мог заботиться о своем пропитании, не мог зарабатывать себе даже на хлеб, и радовался бы, если бы ему отдавали хотя бы крупицы со стола этого богача, для того, чтобы он мог питаться, но этого ему никто не позволял, и каждый раз богач, проходя мимо него, даже не смотрел на него. И вот в один из дней они умерли вместе, и Лазарь был принесен в рай, а богач в ад. И через какое-то время, совсем непродолжительное, они встретились, но между ними была пропасть, как такой настоящий овраг. И обращается богач к правоцу израильского народа Аврааму и говорит, «Как мне здесь тяжело, я испытываю такую жажду, мне очень жарко, я испытываю по-настоящему муки». И он говорит Аврааму, «Пошли, Лазаря, для того, чтобы он пришел и утолил мою жажду». Но пропасть между ними очень велика, и раскаивается богач, и он говорит, «Ах, если бы я знал в той жизни временной, что ожидает меня здесь, то я, наверное, никогда так бы не поступил». Но Авраам говорит богачу, «Ты веселился, радовался тому достоянию, которое было у тебя, и ты не помогал нуждающимся, поэтому ты сейчас несешь достойное наказание». А Лазарь, который здесь же лежал у ворот твоего дома, он испытывал нужду, но ты ему не помогал, и сейчас Господь его вознаграждает, и поэтому он находится в райских обителях. На что отвечает богач, «Тогда пошли Лазаря туда, к моим братьям, которые еще сейчас живы, и можно что-то изменить в их жизни, пусть он им расскажет о том, что происходит за порогом жизни и смерти человека». Но Авраам говорит, ведь Господь посылал пророков, тех людей, которые говорили о том, как нужно относиться к своему материальному достатку, но их не послушали, и разве послушают бедного Лазаря? Вот этой притчей Господь учит нас тому, что мы не должны быть жадными, что когда у нас есть наше достояние, мы должны с радостью делиться им с ближними, тем более, что рядом с нами есть люди, которые в этом нуждаются. Я благодарю, дорогие ребята, вас за внимание, надеюсь на новые встречи в эфире, и прощаюсь до следующей передачи. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok